Всем привет! Кто меня смотрит и кому это будет интересно. А у меня опять посылка. Вот на фоне вот такой погоды. Уныло. И у нас уже так долго держится такая погода. Сегодня вот покапывает еще дождик. А до этого просто было пасмурно. Вот такое темное небо, солнца практически нет. У меня такая радость. Вот такая огромная посылка, которая приехала от Димы. Кто такой Дима, все, наверное, уже узнают. А кто не знает, вставлю ссылку в описании под видео. И здесь растение, тут не орхидея, а очень интересное растение, которое называется райские дудочки. Я недавно опять посмотрела другие видео. А конкретно Анютына сначала она мне выслала на ватсап красивые такие цветы. Думаю, боже, а как же у меня этого нету. Потом она сделала видео о нем. А потом, оказывается, и у Димы есть видео об этом растении. Мне, оказывается, тоже оно срочно надо. Поговорила я с Димой об уходе, об содержании. Может ли оно у нас жить и расти. Все нормально, все хорошо. И внезапно у меня это растение. Сейчас я открою, чтобы не затягивать время. И посмотрим, что там. Вот я коробку только открыла. Сейчас мне, конечно, это будет долго на видео снимать. Вот это все пока уберу и пока вытащу. Ну и сразу извиняюсь за звуки. У нас тут соседи ремонт делают. Собаки иногда лают. Петухи кричат. Ну все. Никому не могу закрыть рот. И запретить что-то делать, когда мне нужна тишина. Правильно? А тут, оказывается, еще какая-то коробочка с чем-то. Но она пока не вытаскивается. В общем, я сейчас пока вот это все выберу. Это будет долго. И аккуратно, потому что у растения листья такие тонкие. Тут уже он немножко один поломался. В общем, разгребаюсь дальше. Ну и вот, что было в коробке. Это вот такое растение. Или райские дудочки. Довольно высокая. И уже даже с бутонами. И их много. И мне сейчас ее нужно срочно пересадить, потому что Дима сказал, ой, какие листья большие. А у Ани показывала. Так у нее там вообще такие листья огроменные. Я, кстати, дам ссылку на Ани на видео. В этом описании. Она свои там показывала. Выращивала. С черенка, по-моему. Ой, я все-таки обломала один лист. В общем, сложно ее было вытащить из этой коробки, пока я там весь этот пенопласт выгребла. А теперь мне ее нужно срочно пересадить. Почему? Потому что я особо в интернете не рылась. А когда с Димой разговаривала, он сказал, что они растут без проблем. Потом зимовку их все нужно обрезать. Что это обыкновенная трава. И в подвал куда-то. Ну, в общем, слегка-слегка влажными поддерживать. А потом весной опять они вырастают вот такими большими и цветут. И могут даже тень для орхидеи давать. Что тоже не важно. Я говорю, я смогу повесить там орхидеи на эти ветки? Он говорит, без проблем. Говорю, даже если цвести не будет. Говорит, да будет она у тебя цвести. Но почему нужно срочно пересадить? Потому что это растение очень любят клещи. И если его не дополивать, вовремя не полить, то сразу клещами будет поражено растение. И он мне сразу сказал, пересади ее в побольше горшок. Более такой грунт, чтобы был влагоемкий. И не забывать поливать. Поэтому я сейчас займусь пересадкой. И покажу, что же еще было в коробке. Ой, это такой сюрприз. Я такая довольная. Вот горшок. И если смотреть наверх, то это у меня новая сарацинья. Причем такая, как я хотела. Она зеленая. Она чисто зеленая. Вот какие у нее дудочки красивые. Вот я рядом поставила эта моя, которая была желтая стала. Она желтая. Она очень желтая, но такая интенсивная желтая. Вот это молодое. То, что выросло уже у меня. Это сарацинья флава. Какая, я не знаю. И горшок я еще не открыла, еще в полиэтилене. Но именно зеленую я очень хотела. Еще много других хочу. Я видела вообще практически черный, темно-коричневый. В общем, это моя новая страсть. Эти растения. Насекамоядные. Ну и теперь, хотела я сделать еще одну катку. Сделаю катку, но теперь небольшую, не тяжелую, как эти две. Или как я делала первую, из нее ничего не получилось. А для этой надо докупить еще чего-нибудь будет. Так хочется очень болотных растений, именно чтобы дополняли и красиво создавали композицию именно болота. Я вот в видео этого матиса, как смотрела, он показывает, они там и мох, и всякие там, всякие болотные растения. Такую красоту я помню мхов только когда-то жила в Заполярье. А тут у нас таких болот нет, чтобы пойти и насобирать таких растений. Ой, ну какая она красивая, какое горло с прожилками. В общем, красота да и только. Когда сделаю новую катку, покажу. У меня уже другие замыслы, другие идеи по этому поводу есть. И подобрать нужно еще какие-то дополнительные книжки, чтобы она не одна сидела в горшке. Это такая богатая на дудочке. Один, два, три, четыре, пять. И шестая растет. Не то, что я у матиса покупала. Парочка и все. Дим, огромное-огромное тебе спасибо. Ты, как всегда, волшебник. Ну а на этом все. Как всегда, всем хорошего настроения. Удачи всегда и везде. Пока-пока.